Время летних отпусков Все помнят и любят по фильмам «Дядюшкин сон», «Женитьба Бальзаминова», «Солнце светит всем», «Трое вышли из леса» и многим другим. Фильм снят по сценарию знаменитого писателя Александра Рекимчука. По его сценарию вышли такие потом фильмы, как «Молодозелена», «Ожидание» и многие другие. Музыку к фильму написал Андрей Ишпай. Помните его песню из фильма «Карьера Димы Горина», где, кстати, пойдет речь о Татьяне Кониховой, которая в этом фильме поет под фонограмму этой песни. Фильм снимался в Коми-СССР, в городе Ухта. И многие сейчас живущие в этом городе помнят еще съемки этого фильма, с удовольствием вспоминают, как играли массовку, когда режиссер Константин Воинов говорил маленьким ребятам в начале фильма «Побольше пылите», чтобы создать такую атмосферу и обстановку, которая соответствовала бы фильму. В этом фильме заняты многие известные актеры, такие как Татьяна Конюхова, Раиса Куркина, Валентин Зубков. Роли второго плана сыграли не менее знаменитый Виктор Хохряков, Нина Агапова, Владимир Этуш, которого все зрители узнают и вспомнят, Лев Борисов и другие. Исполнительницами главных ролей Татьяной Конюховой и Рейсой Куркиной я дружил много лет, нас связывает тесная дружба, общение. Мы переписываемся, созваниваемся, часто бываю у них в гостях. И последняя встреча была в Доме ветеранов кино. Они подарили много уникальных фотографий со своего личного архива. Актрису знаменитую Раису Семеновну Куркина. Несмотря на преклонный возраст, ей в этом году будет 93 года, это очень добрая, чуткая, душевная женщина. Сейчас она в одиночестве, и каждое ее внимание, зрителей, поклонников ее только радует. Вот в своем письме она пишет мне. Удивительное дело, когда пишу вам, то возникает ощущение, будто общаюсь с вами наяву. Это так невообразимо. Или вот такие строки. Я как раз сейчас нуждаюсь в теплом слове, в поддержке, во внимании. И была бы очень рада, чтобы зрители и поклонники помнили меня хотя бы по моим ролям. Редко мы пишем письма друг к другу. Посмотрите, она почти каждый месяц присылает письма, которые для меня являются большой радостью. Их можно и перечитать, и посмотреть. Я благодарна вам, что вы показываете, знакомите людей с картинами, на которых и я формировалась, и многие другие люди моего поколения. А мы выросли не самыми плохими. По крайней мере, мы знаем какие-то нравственные устои. Поэтому, Ромочка, спасибо вам за то, что вы такой, как я говорю, а не какой-нибудь другой. Вот у вас есть вкус, у вас есть какая-то нравственная потребность, здоровые какие-то, ну, нормальные идеи. Так что спасибо вам за вашу деятельность. Раиса Семеновна Куркина, она сама ведь родилась до войны. И во время Великой Отечественной войны она прошла тяжелый путь ее детства. Годы блокады. И рассказывает, что приходилось и голод, и холод переживать. Работала она воспитателем в детском саду больше семи лет. Отлично она владела тремя языками, поэтому она и поступила в Институт Востоковедения, где училась с 50-го по 52-й год. Но дело в том, что она прекрасно декламировала стихи, знала наизусть многие отрывки, любила фильмы. И когда ее Михаил Ульянов и Владимир Этуш заметил в самодеятельном театре «Каучук» при заводе, то они посоветовали Раисе Семеновне, чтобы она поступила в Аббик, что она и благополучно и сделала. И первой ее ролью был такой фильм, как «Гость с Кубани». Все вы помните этот фильм. Она рассказывала, что ее партнером по этому фильму был Анатолий Кузнецов. И говорит, когда у нас был такой эпизод, что мы должны поцеловаться. Она говорит, даже я не знала, как это делать. Но, говорит, режиссер объяснил, говорит, я обникла и сыграла эту роль. То есть вот такие интересные моменты. Раиса Семеновна Куркина снималась у таких замечательных режиссеров, как Георгий Данелия, вспомните фильм «Афония», где она играла тетку Леонида Куравлева. Или фильм «Идиот» Ивана Пырьева, где ее партнером был Юрий Яковлев. А такие фильмы, как «Березы в степи», «Спасенное поколение». В этом фильме «Спасенное поколение», кстати, мальчиком играл Борис Токарев. В будущем знаменитый артист, муж актрисы Людмилы Гладунко. И они живут в одном доме, в одном подъезде. Так вот судьба распорядилась, часто встречаются и вспоминают этот фильм, который мы потом на следующих встречах посмотрим. Вот посмотрите уникальные снимки с фильма «Березы в степи» 50-х годов. Или «Ташкент. Город Хребный». Вообще Раиса Семеновна Куркина наснималась на всех киностудиях Советского Союза. Это и «Казак» фильмы, и «Таджик» фильмы, и «Киргиз» фильмы других. И с теплотой и душевностью вспоминает все вот эти роли, встречи и расставания. Много Раиса Семеновна Куркина, она была на международных кинофестивалях, на встречах. Здесь вот она снята с Львом Прыгуновым, например. В 1962 году Раиса Семеновна познакомилась со своим будущим мужем Владимир Мотылем. Помните его все фильмы «Белое солнце пустыни. Звезда принительного счастья», где главной роли играла его супруга, вот как раз Раиса Семеновна Куркина. Съемки фильма, например, вот «Дети Памира», они снимались в Таджикистане, на Памире. Интересные тоже были съемки. Раиса Семеновна Куркина также снималась в таком фильме, известном как «Пара» Таёжного подснежника. Этот вот уникальный снимок подарен мне режиссёром Ярополком Лапшиным, основателем Свердловской киностудии, которому в этом году будет 100 лет, мы будем отмечать. И вторым режиссёром на этом фильме работал как раз Владимир Мотыль. Главную роль как раз исполнила Раиса Семеновна Куркина. Съемки проходили в Бурятии в таких экстремальных условиях. Уже многие зрители позабыли фильм, думаю, вспомнят и посмотрят с удовольствием доброе наше кино. Ну, конечно, вот фотографии подарены Раисой Семеновной. Это с фильма «Белое солнце пустыни», где она играет с Павлом Успекаев, её партнёр. И рассказывает, что, говорит, Павел Успекаев, он был до того, говорит, добрый, общительный, внимательный человек. И чтобы, говорит, у нас была какая-то близость, какой-то контакт при съёмках, он, говорит, брал на руки её дочь Ирину. И, говорит, с ней это рассказывали сказки, стихи, и, говорит, благодаря этому у нас, говорит, на фильме во время съёмок сложилась тёплая дружеская атмосфера. Съёмки проходили в Дагестане. Здесь на этом снимке тоже Раиса Семёновна Куркина и Павел Успекаев. Как, говорит, я её спрашивала, икра была настоящая, она, говорит, настоящая, говорит, но нам, говорит, она так надоела. На этом уникальном снимке, подаренном Раисой Семёновной, запечатлены в 73-м году в колонном зале Кремля такие знаменитые актёры, как Олег Видов, Савелий Краморов, Светлана Светличная, Сергей Никоненко. И вот в нижнем ряду как раз сидит Раиса Семёновна Куркина. Раиса Семёновна Куркина, она до сих пор общается со своими подругами, соратницами по актёрскому делу. Среди её подруг такая знаменитая актриса, как Нина Агапова, которая тоже уже за 90. И в этом вот фильме, который мы сегодня будем смотреть, «Время летних отпусков», она замечательно сыграла роль. Также она общается и с Тамарой Сёминой, и со Светланой Светличной, и с другими актрисами. Люди старшего поколения помнят, что раньше в киосках «Союз печати» продавались фотокарточки любимых наших артистов, которые мы с удовольствием покупали, обменивали, наклеивали на чемоданах, на стенах. Среди них были вот как раз открытки с изображением Татьяны Комиховой, которая исполняет главную роль в фильме, который мы будем смотреть сегодня, и Раиса Куркина. В Москве существует гильдия киноактеров, и главную роль и помощь всем актерам преклонного возраста помогает матушка Ольга, в прошлом Ольга Гобзева, актриса. Вот это фото подарено Зинаидой Кириенко, с которой общается Татьяна Комихова, а здесь еще уже покойная Римма Маркова, вся вот троечка. В фильме «Время летних отпусков» главную роль сыграла Раиса Семеновна Куркина, но на эту роль пробовалась еще Лидия Смирнова. Вот в своей книге, которая называется «Моя любовь», она пишет, что Константин Воинов, а это Лидия Смирнова для него была музой, он не шел никогда на компромисс. Так, например, «Время летних отпусков» и «Солнце светит всем», два очень хороших фильма, где в солнце Зубков играл слепого, а партнерший воина взял для него Конюхову, сказал, что эта роль не моя. И в картине «Время летних отпусков» снималась другая актриса, то есть Раиса Семеновна Куркина. Татьяна Конюхова, все ее прекрасно зрители помнят и любят по фильмам, таким как «Таинственный монах», «Карьера Димы Горина». Она родилась в Ташкенте в семье военного, в 1946 году переехала в Ригу, в 1949-м закончила школу в городе Лиепая, потом поступила в обгиб, который благополучно окончила, и на втором курсе уже снялась в фильме Александра Роу «Мальская ночь» или «Утопленница». Потом шли бесконечно, снялась она в десятках и в сотнях фильмах, и зрители старшего поколения прекрасно помнят в фильмах таких, как «Карьера Димы Горина», «Таинственный монах», «Разные судьбы», где она сыграла с Татьяной Пелецкой, Олег Адундич, «Солнце светит всем». И помните фильм «Москва слезам не верит», который был снят в 1979 году, и там уже Татьяна Конюхова, она играла роль камео, то есть саму себя. Ну, Татьяне Конюховой было посвящено тоже много и монографий, и книг, и вот в такой книге, как «Актеры советского кино», это выпуск 1969 года, в статье, посвященной этой актрисе, автор пишет, что режиссером таким, конечно, несомненно, стал Константин Воинов. Роль актрисы в фильмах «Солнце светит всем» и особенно время летних отпусков привлекает свежестью, стремлением как-то обновить арсенал выразительных чувств и служит подготовкой к будущему большому успеху актрисы. Татьяна Конюхова до сих пор, она преподает актерское мастерство в Московском университете культуры и искусств, востребованно снимается в сериалах, приезжает на творческие встречи, общается со зрителями и поклонниками. При встрече с Тамарой Семиной, а мы посвятим специальную встречу и покажем фильм с ее с участием. Она сказала, что будет рада приехать к нам в Апатиты, на нашу встречу и познакомиться со зрителями, вспомнить ее роли. По поводу вечера с удовольствием, с громадным удовольствием к вам приедем, где-то в конце сентября, наверное, в начале октября. Сегодня мы посмотрим фильм «Время летних отпусков», премьера, которая прошла 20 апреля 1961 года. До сих пор сохранилась фильмокопия, и зрители сейчас с удовольствием посмотрят и вспомнят этот старый добрый фильм. Дорогие друзья, встреча у нас будет в дальнейшем посвящена многим другим актерам театра и кино, таким, как Тамара Семина, Нина Агапова, Светлана Светличная, Людмила Чурсина, Людмила Зайцева, Лидия Боброва и многим другим. Если вам будет интересно узнать о судьбе наших актеров и режиссеров, или посмотреть любимый фильм, которым уже забыт, или который вы давно уже не видели, то пишите, пожалуйста, в комментариях к фильму, который вы сегодня увидите и посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok